Добрый день, дамы и господа, уважаемые пользователи сети интернет. На сайте информационного агентства Тюменская линия проходит интернет-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Ее тема – использование в регионе технических средств, комплексах обработки избирательной бюллетени КАИ-2010 при подсчете голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва и совмещенных с ними выборов депутатов Тюменской областной думы 5-го созыва. Игорь Николаевич ответит на вопросы посетителей нашего сайта в режиме реального времени. Пользователи интернет смогут ознакомиться с текстовой версией интернет-конференции и посмотреть видеозаписи. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день. Первый вопрос от Николая. Сколько избирательных участков в области будет оснащено средствами КАИ? Ну, прежде всего, нужно сказать, что мы вообще подразумеваем под комплексом обработки избирательных бюллетеней или сокращенно он называется КАИП. Эта тема достаточно обсуждаема в сети общего пользования интернет. Я думаю, что новости здесь никакой не будет. Это, по сути дела, тот же накопитель для избирательных бюллетеней с установленным на него сверху сканером, который позволяет обрабатывать избирательный бюллетень. Когда избирательный бюллетень проходит через сканер, отметка на бюллетене учитывается и, соответственно, сканер плюсует эту цифру к общему количеству избирательных бюллетеней, которые у нас участвуют в процессе голосования. Избирательной комиссией Тюменской области 18 октября текущего года принято соответствующее решение, поскольку нас обязывает это сделать закон, и определены 58 избирательных участков, на которых будут установлены данные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Вот из этих 58 комплексов будет установлено в каждом из муниципальных образований по два КАИБа. В городе Тюмени всего их будет 8 по 2 на каждый административный округ. В настоящее время все комплексы обработки избирательных бюллетеней пока находятся в избирательной комиссии Тюменской области, плюс еще два комплекса у нас находятся для проведения различных демонстраций, презентаций. Они очень легко и в течение непродолжительного времени разворачиваются и также сворачиваются в транспортное положение. Буквально вчера, 11 ноября текущего года, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, точнее, не так давно, 11 ноября, проводила видеоконференцию как раз по вопросам, посвященным применению комплексов обработки избирательных бюллетеней и как раз обсуждались те вопросы и проблемы, которые есть. Часть технического плана, часть организационного плана. Но в целом общая идея такая, что все субъекты готовы к применению комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах 4 декабря 2011 года. Готова к этим процессам и избирательная комиссия Тюменской области. Спасибо. Анатолий из Тюменского района интересуется, в чем заключаются преимущества для избирателей или участковых комиссий при использовании КАИП на выборах и насколько оправдано повсеместное применение КАИП или КЭП на территории страны? Но прежде всего начнем с того, что инициатива эта безусловно не наша. Здесь нужно будет обратиться к посланию президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Когда он обращался с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации в ноябре 2009 года, он четко обозначил те этапы, которые должна пройти система избирательная в плане технического перевооружения, в плане технических новаций и определил, что у нас конечная дата 2015 год, когда от 90 до 100% избирательных участков у нас должны быть оснащены техническими средствами голосования и подсчета голосов избирателей. На сегодняшний момент таких видов технических средств, технических устройств пока только два. Это те комплексы обработки избирательных бюллетеней, о которых мы с вами говорим раз. И есть еще комплексы электронного голосования, так называемые КЭДИ. В части субъектов Российской Федерации, например, Чеченской Республики, в ряде других субъектов, они уже будут применяться в ходе выборов 4 декабря 2011 года. Но в любом случае мы говорим, что пока у нас количество избирательных участков, на которых будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, не должно превышать 5%, и мы в эти рамки укладываемся. Основная же идея и суть, чтобы свести к минимуму человеческий фактор в процессе голосования, в процессе подсчета голосов избирателей, с тем, чтобы бороться с теми злоупотреблениями, которые могут быть допущены в ходе избирательных кампаний, и вообще сделать всю систему избирательных комиссий, и весь процесс голосования подсчета голосов избирателей более понятным, более прозрачным. Преимущество, конечно, применения этих технических средств, безусловно, есть. Это и сокращение времени подсчета голосов избирателей, и это касается не только избирательных участков, но и в целом территории того или иного муниципального образования. Далее, как я уже сказал, исключается или сводится к минимуму человеческий фактор при подсчете голосов избирателей, поскольку это основной аргумент зачастую тех представителей политических партий, которые получили не те результаты, которые они ожидали. И, конечно, здесь нужно говорить о том, что применение комплексов обработки избирательных бюллетеней – это достаточно дорогое удовольствие. Представьте, 58 комплексов, если брать в масштабах Тюменской области, нужно привезти из Москвы до Тюмени, довезти до каждого избирательного участка. После этого они здесь остаются у нас на хранении, применяются на выборах президента Российской Федерации, и после этого отправляются в обратный путь. То есть мы их также сдаем в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Безусловно, это и транспортная схема, логистика, это и помещение для хранения, это достаточно немалое средство для обучения операторов, для обслуживания этих комплексов обработки избирательных бюллетеней, ну и ряд других моментов. То есть это все затраты, и затраты немалые. Поэтому здесь, конечно, какие-то выводы пока делать рано. Посмотрим по результатам компаний федеральных, как минимум. Поскольку мы знаем, и в истории есть такие случаи, когда ряд государств и отказываются от применения технических средств, но пока вся система избирательных комиссий Российской Федерации настроена именно на то, что у нас будут применяться эти технические средства, и количество их будет возрастать от компании к компании. Спасибо. Елена, если мне не спрашивает, как она может узнать адрес избирательного участка, на котором будет голосовать, и будет ли он оборудован данным устройством? Ну, во-первых, я говорил о том, что избирательной комиссии Тюменской области было принято решение от 18 октября текущего года о перечне избирательных участков, на которых при голосовании на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 6-го созыва и выборах депутатов Тюменской областной думы 5-го созыва будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. И это решение было не только принято, оно было у нас опубликовано в областных газетах, в парламентской газете Тюменские известия и в областной газете Тюменская область сегодня. Кроме того, можно обратиться и к сайту избирательной комиссии Тюменской области, который у нас сейчас обновляется в ежедневном режиме. Там в баннере выбора депутатов Тюменской областной думы 5-го созыва можно зайти в раздел решения избирательной комиссии Тюменской области, по списку найти то решение, о котором я говорю, от 18 октября 2011 года, номер 12, дробь 115-5, я его уже называл, и, соответственно, ознакомиться с тем перечнем, где у нас будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Если, например, избиратель зарегистрирован в областном центре в городе Тюмени, то у нас это несколько адресов. Как я уже говорил, это 8 адресов. Улица Моторостроителей, дом 6, улица Николая Гондати, дом 13, улица Луначарского, дом 40, улица Садовая, дом 121, улица Чекистов, дом 42, поселок Дорожный, дом 24, улица Пирогова, дом 3, и улица Холодильная, дом 20. Спасибо. Александр и Екатерина из Тюмени интересуются, можно ли рассчитывать, что в ближайшее будущее на всех без исключения избирательных участках будет использоваться КАИП? Ну, я немножко уже говорил о том, каковы перспективы временные, хронологические, наверное, так скажем, совсем уж в ближайшем будущем этого не будет, но перспектива, я думаю, до 2015 года, она не такая отдаленная, и я думаю, что мы все равно к этому придем в обозначенное время, к обозначенной дате, поскольку эта задача поставлена главой государства, президентом Российской Федерации, судя по тому, что создана концепция развития как раз технического переоснащения избирательных комиссий, избирательной системы Российской Федерации, судя по тому, что создана рабочая группа Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, кстати, возглавляет ее наш земля, Геннадий Иванович Райков, и активно очень работает эта группа, и судя по тому, что финансовые вопросы в основном там тоже на сегодняшний день закрыты. Поэтому это не вопрос, так скажем, завтрашнего дня, но вопрос после завтрашнего дня, это точно. Есть вопросы, конечно, и правовые, есть вопросы организационные, есть вопросы и технические, поэтому здесь нужно будет их решать в комплексе, нужно будет их решать вместе с органами государственной власти, местного самоуправления, и, естественно, избирательным комиссиям совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Но я смотрю на эту проблему оптимистично и думаю, что она будет решена действительно в это время, в этот временной период. Спасибо. Евгения из Водуховска просит рассказать. Голосование по КАИП осуществляется через сенсорную панель, как в терминалах быстрой оплаты. Тогда зачем нужны бюллетени? Вот я пытался, когда только мы начали нашу сегодняшнюю беседу, наш сегодняшний разговор, я пытался сказать о том, что в принципе, по большому счету, комплекс обработки избирательных бюллетеней, он мало чем отличается от стационарного ящика для голосования. То есть не все это, все тот же пластиковый накопитель для бюллетеней и только верхняя часть небольшой высоты, это собственно сам сканер. В комплекс входят два таких аппарата, соединенные между собой и принтер, через который распечатывается информация. Избирательный бюллетень, безусловно, нужен. Вот в комплексах электронного голосования его нет, там есть карточка специальная. А вот в Каибах, безусловно, избирательный бюллетень остается. Он выглядит практически так же, как обыкновенный бумажный бюллетень для голосования в обычном порядке. Единственное, чем он отличается, это тем, что вверху и внизу на листе есть маркеры, то есть есть линия такая, где чередуются квадраты заштрихованные и квадраты прозрачные, чистого цвета, белого цвета. То, что на лицевой стороне, кроме подписи двух членов участковой избирательной комиссии, есть место для прямоугольной печати, на остальных бюллетенях эта печать круглая. И то, что в этих маркерах как раз и закодирован, как я уже сказал, вид выборов. И, кроме того, на федеральных выборах специальный знак, защитный, марка, будет крепиться не на лицевой стороне, в правом верхнем углу, а на обратной стороне избирательного бюллетеня. Избиратель точно так же берет этот бюллетень для КАИБа, точно так же делает отметку в одном из квадратов справа от той позиции, которую он выбрал, по которой он определился. И опускает лицевой стороной вниз этот бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней. То есть здесь роль сканера сводится к тому, что он учитывает этот бюллетень и помогает быстрее потом распечатать протокол с подсчетом голосов, с предварительными итогами выборов по конкретному избирательному участку. Именно в этом смысл. Спасибо. Вопрос от Ольги Дмитриевны Семеновны. В итоге голосования избирателей, подсчитанные и обработанные КАИБ, имеющие юридическую силу, или для составления итогового протокола все равно необходим ручной подсчет избирательным бюллетенем? Мы говорим о том, что на самом деле есть целая инструкция, достаточно серьезная по объему, о том, как применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней на избирательных участках в ходе выборов федеральных, в ходе выборов региональных и любых других. И там прописано конкретно о том, что прежде чем мы приступим к процессу голосования, нужно будет провести тестирование. То есть буквально пропустить через этот сканер различные бюллетени с различными вариантами. Бюллетени действительные, допустим, где нет ни одной отметки в квадратах соответствующих. Бюллетени действительные, когда есть более одной отметки в одном квадрате. Бюллетень по каждой из позиций. Бюллетень без печати. Бюллетень без подписи, допустим, члена участковой комиссии. И только после того, как у нас сканер отработает вот в этих, так скажем, тестовых режимах по всем этим бюллетеням, мы можем говорить о том, что он у нас готов к процессу голосования. Причем на каждый вот этот вот бюллетень, как он будет проходить через сканер, это все отражается, это позиция в протоколе тестирования. И, естественно, потом протокол, изготовленный с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, непосредственно уже в процессе голосования, также является юридическим документом, как любой другой протокол участковой избирательной комиссии. Единственное, о чем мы говорим, о том, что тут практически эти процессы проходят без вмешательства человека, то есть избиратель опустил бюллетень, сканер его принял, учел, поблагодарил избирателя за участие в выборах, поздоровался, кстати, тоже до того, как избиратель опустил бюллетень, да, и распечатал протокол. То есть тут работа членов участковой избирательной комиссии, она минимальна. Это собрать все эти протоколы, подписать все эти протоколы, заверить все эти протоколы, снять накопительный флеш-карту с этого комплекса обработки избирательных бюллетеней, опечатать это все и сдать вышестоящую комиссию, то есть территориальную избирательную комиссию соответствующую. Поэтому, да, юридической силой этот протокол, применяемый на КАИБах, он обладает в полной мере без всяких изъятий. Владислава из Тобольска волнует такой вопрос. Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использоваться только в Тюмени. Как он может проголосовать по КАИБ, если он проживает в городе Тобольске? Ну, я говорил о том, что и в муниципальных районах, и в административных округах областного центра, и в каждом городе областного подчинения, в том числе и в городе Тобольске, будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В частности, в городе Тобольске такие комплексы будут установлены на избирательном участке номер 595. Это тот участок, который расположен по улице Ремезова, дом 72А. И на участке номер 622. Это по улице Розы-Люксембург, дом 7. Вот те избиратели, которые зарегистрированы в границах этих избирательных участков, они как раз и будут голосовать, пользуясь комплексом обработки избирательных бюллетеней. То есть познакомятся с ними непосредственно. Спасибо. Сергей Стюмин просит рассказать, а сколько примерно стоит одно устройство КАИБ? Если говорить об оценке, то эта цифра не секретная, она действительно уже озвучивалась. Один, стоимость одного комплекса избирательных бюллетеней, обработки избирательных бюллетеней, поступившего в избирательную комиссию Тюменской области, составляет около 110 тысяч рублей. Это только сам комплекс, без транспортировки. Александр Васильевич и Александр Васильевич, что мне не интересуются. Правда, что на избирательных участках, оснащенных КАИБ, при подведении итогов голосования, в подсчете голосов избирателей, исключается человеческий фактор, так как протокол об итогах голосования составляется КАИБ автоматически? Да, действительно, Александр Васильевич и уважаемые пользователи сети интернет, это так. Кроме того, мы говорили о том, что избирательная комиссия Тюменской области имеет опыт применения комплексов обработки избирательных бюллетеней с единого дня голосования, с 10 октября 2010 года. Мы, естественно, обобщали отзывы с мест, и, в общем-то, все нам коллеги из участковых избирательных комиссий, из территориальных, единодушно заявили, что время обработки итогов голосования, оно существенно сокращается, где-то до 20-30 минут. Это существенное сокращение, на самом деле. А, Дмитрий, если мы не будем что-то знать, насколько вероятна фальсификация в процессе автоматической обработки бюллетеней? Ну, вот так, на самом деле, вопрос не ставим. Конечно, подвергать сомнению можно любые процессы, и с применением технических средств, и без применения технических средств. Ну, скажу так, есть сертифицированное оборудование, комплексы обработки избирательных бюллетеней, каждый из них имеет сертификат. Есть у нас специалисты, которые либо уже обучились, либо продолжают обучение, и им также будет выдаваться сертификат о том, что они такое обучение прошли. И все программные продукты также имеют лицензию, имеют сертификат, причем не один, это и лицензия Минсвязи, это и лицензия СТЭК, есть такое подразделение, служба технического экспертного контроля. Проводятся соответствующие проверки, поэтому здесь как раз самая задача и заключается в том, чтобы вот эти вот технические средства свели к минимуму человеческий фактор, и чтобы можно было, так скажем, еще один аргумент добавить в пользу тех, так скажем, людей, которые говорят о том, что выборы у нас проходят открыто и прозрачно. Как аналогию, наверное, провести могу сказать еще и о том, наверное, вы слышали о тех предложениях, которые есть сейчас, и, допустим, в сфере правоохранительных органов, когда отказываются от института понятых, и большую ставку делают как раз на технические средства, допустим, на ту же аудио или видеозапись. То есть все равно техника приходит в нашу жизнь, и технический фактор, он выступает на первый план. Спасибо. Евгений Павлович излишимо пишет, что он посмотрел на сайте обувьберкома решения об участках, на которых будет установлен КАИФ. На избирательном участке, где он обычно голосует в городе Ешине, КАИФ устанавливаться не будет. Что ему необходимо сделать и куда обратиться, чтобы он смог проголосовать именно с помощью КАИФ? Но, к сожалению, Евгений Павлович, на этих выборах, наверное, вам такой возможности предоставлено не будет, потому что на тех участках, где установлены КАИФ, будут голосовать только лица, зарегистрированные в границах данных избирательных участков. А также те лица, которые находятся на территории этих участков временно, например, в командировке, либо имеют открепительное удостоверение. Интерес к комплексам обработки избирательных бюллетеней достаточно высок, причем не только у молодых избирателей, поэтому, конечно же, если так вот ставить вопрос, будет большой наплыв на тех участках, где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней, и закон нам говорит о том, что мы должны соблюдать определенные правила. Избиратель у нас голосует на том участке, где он зарегистрирован постоянно или временно, где он находится в день голосования. Спасибо. Алексей Васильевич, я с теми не волнуют, следующий вопрос. Скажите, а как быстро подводятся итоги голосования на избирательных участках, оснащенные КАИФ? Спасибо за вопрос, Алексей Васильевич. Действительно, я уже говорил сегодня об этом, о том, что время обработки и подведения итогов голосования на избирательных участках, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней сокращается, и сокращается существенно. Если говорить по времени, то это с 4, а то и 5 часов до 20-30 минут, причем это не голословное утверждение, это показала практика, опыт применения комплексов на территории Пеменской области. Ну и, конечно же, нужно иметь в виду, что 4 декабря 2011 года у нас состоятся совмещенные выборы, то есть выборы федеральные, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва и выборы депутатов Тюменской областной думы 5-го созыва. А кое-где по 8-му, 23-му округу и в ряде муниципальных районов еще и выборы дополнительные муниципальные. Это кратно усложняет задачу и участковых, и территориальных избирательных комиссий, поэтому я думаю, здесь вот применение комплексов обработки избирательных бюллетеней, сокращение вот этого времени на подведение итогов голосования, оно сыграет, безусловно, свою позитивную роль. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Это были все вопросы от посетителей нашего сайта. У вас есть возможность обратиться к тем, кто наблюдал на нашей интернет-конференции? Хотел бы поблагодарить информационное агентство Тюменскую линию за организацию проведения интернет-конференции, выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и на то, что мы еще не единожды пообщаемся в сети интернет. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.